В наш храм «Приблажение Господне» В первый раз я пришла в августе 1993 года, когда это была еще деревянная часовня, и в этот день как раз освящали котловану этот храм. Дело в том, что на канале я случайно услышала по телевизору, что будет это освещение, и пришла просто сюда. Ну, и вот прихожу после этого по сей день. Несколько слов о себе. Мои родители были из Беларуси. Они попали сюда, в Сибирь, в 30-х годах, и где в конце 30-х годов я родилась. Ну, в это время костел святого Казимира уже не действовал. И поэтому крещена я была, как говорила моя мама, в домашних условиях водой. Так, он, этот дом был наш недалеко от собора святого Казимира. Я помню, что мы бегали вокруг этого собора, но мы не знаем, что это собор. А это было красивое здание, но в нем находилась или фабрика, или какой-то небольшой завод. Но все-таки после войны, в 1977 году, я была крещена в католическом храме в Москве. По-моему, это было сделано как-то тайно, потому что моя тетя имела отношение к храму, и она жила в Москве. И факт в том, что я была все по закону крещена. Так, теперь... Родители могли, значит, ну, жила я обычно, как все советские дети, без храма и без Бога. Потому что здесь, в Сибири, это было все мои окружающие, все мои родители, родственников у нас здесь не было. Все родственники были кто в Белоруссии, кто в Москве был. Мы здесь были одни. И то, что даже появился потом католический храм на том берегу, я не знала, потому что мне не было этого даже сказать. И так вот такое чудо совершилось в 93-м году. Оно произошло со мной, как я сейчас понимаю, после Бог меня сюда привел. Настоятельно, в нашем часовне был отец Александр там, сестрой Катя там. Я ничего не знала, ничего. Ну, что-то это, мама рассказывала мне, ну, очень все это было. Единственное, только я знала молитву отчима. Ну, прихожане мне бы сказали, что есть на том берегу сестры, которые занимаются с такими, как я, и подготовливают дальнейшие жизни в церкви. Я стала туда ездить, в этот храм оборудочного начатия, после работы, каждый вечер или через вечер. И через три месяца я приняла первую, была у меня исповедь и приняла первое участие. В нашем, в этой часовне служили отцы. Отец Танислав, отец Ежи Карпинский. Немного позже приехал отец Алексей, отец Майкл, отец Иван Камин, Николай Весмир и Осин Шнеглян. Большое спасибо им за их пробование. То, что мы, как первоклассники, во всяком случае, я все этому училась. Чесотый был маленький Аркань. Играла такая величина Татьяна, играла очень хорошо, и сестра Андрея. Мы учились эти песни. Сначала переписывали себе тетрадки, потом уже появились небольшие песни. Все друг друга знали лицо. Все, можно сказать, любили друг друга. Зимой было очень холодно, так что встречали обнимать. Но только так, например, что даже не слышно было Аркана. Но ничего, все равно это день. В воскресные дни число у меня было полное. И особенно летом, то люди вообще стояли в воскресенье на крыльце или на улице. Детей приходило очень много. Дети приходили с родителями, с бабушками. Потом приехала сестра из Польши, с сестры Елизавета. И она, и сестра Катя, занимались детьми. И мальчики у нас всегда не сталкивали. В общем, все было хорошо. В это же время в ресурме пришли мои внучки. Одну за четыре года, другой – девять лет. И так они и делали захожание этого собора. Сестра и сын даже один раз летом, в 1994 году, выводила детей вместе с отцом Алексеем в рейне лагерь. Отец Алексеев там уже проводил мерзии обязательно. И, в общем, все было хорошо. Дети были и из Новосибирска, и из Берска, по-моему, были. И мы с сестой Эстер их кормили. Я тоже с ней приехала. В общем, мы в этой часовне пережили три зимы. Холод пробыло, конечно, но в дочерку все нормально. Потом, в 96-м году, нет, в 93-м году была сформена предсеминария. Уже появились первые семинаристы. Конечно, для вас это было вставлено в этом семинаре, но мы их любили. И ими руководил отец Александр и отец Павел. И они ходили... Да, приезжала мысль этих... С других стран приезжали... Как их называют? Валатюр. Да, Валатюр. И они вместе с семинаристами ходили на север, на вокзал, я знаю, что их кормили... Ну, так сказать, долог. Ну, все, все, все нормально. Я хотела сказать, что изменилось, что произошло в моей жизни с приходом в мою церковь. В общем, этот приход изменил всю мою жизнь. Так вот, для меня, потому что это общение с людьми, которые ходили в церковь, в эту чтуру, и даже у людей в бески, по духу, со священниками, с сестрами. Все это очень обогащало и меня на мою жизнь, какая она была у меня раньше, эта советская жизнь. Я поняла, что не все в моих руках и в моих силах, а есть то, что вышли меня из всех. Были минуты, когда я чувствовала, что Бог, Он рядом со мной. Он много раз сохранял меня, направлял меня. Мне просто становится тяжелым. Конечно, очень много изменилось за эти 20 лет. Многие первые прихожане ушли из этой жизни. Вечный покой. Много появилось много прихожан. Многих, не знаешь лицо, но это невозможно, потому что невозможно сейчас, вы помните. Много новых священников. И это особенно видно вот на таких праздниках, на таких мероприятиях. И если вот честно сказать, я когда бываю и вижу, когда идет вот этот ряд священников, и они садятся здесь, и здесь им не хватает места, и они садятся на первых ламочках, у меня забирает сердце. Спасибо вам и сестрам за ваш труд. Еще у меня спрашивают, вот такой вопрос у меня будет задан. Что, какое событие, ну, так потрясло меня вот за эти годы, которые я в церкви. Я скажу вам, что самое большое для меня потрясение, это моя первая история. Моя первая история, потому что я готовилась к ней, пересмотрела свою жизнь, очень много подумала и даже, может быть, простила себя за что-то, что я не могла это сделать до этого. В общем, благодарение Богу. Продолжение следует...